Раз, два, три, раз, два, три. Если у кого-то открыты микрофоны, то просьба закрывать их и открывать, когда вы хотите что-то спросить. Тогда вы можете разговаривать с домашними, откликаться на домашние дела, это вполне как бы легитимно. Но только чтобы у нас не шел звук, который нам мешает. И мы с вами приближаемся к замечательному и очень интересному дню, который называется «Ла-2 омер», 33-й день отчета омера. Но все-таки, наверное, мы не будем им заниматься, мы пойдем по нашей программе. Единственное, что можно сказать, что можно пожелать, чтобы вместо больших костров, чтобы костры были немножко поменьше, чтобы немножко поменьше народу с большими трудностями приезжало на гору Мирон. Больше мы уделяем внимания и личности мудреца Рабиша Манбар Юхая, человеку очень интересного, вспоминали его высказывания, которые есть в Талмуде. И пытались понять книгу «Зор», которая основана на его учении. Мне кажется, что для детей хорошо костры, и все это замечательно, но для взрослых гораздо полезнее было все-таки путь размышления, углубления обучения Рабиша Манбар Юхая, которое непосредственно вытекает из учения Раби Акива. Это такие предварительные слова, и, как всегда, я хочу напомнить вам, что следует нам обратиться к Небесам, чтобы нам была помощь в изучении тех сложных тем, которые мы поднимаем. Все они, слава Богу, относятся к Торе, и для постижения Торы, как мы с вами помним, и как мы с вами говорим каждое утро в молитве, обязательно нужна помощь Небес. И сегодня я хотел с вами начать книгу «Коэлит», потому что как-то мы основные книги «Тему Руд» посмотрели вместе с вами. «Коэлит» – одна из трех книг, которые написал царь Шламо. «Экклезиаст», возможно, по-русски, «Проповедник». Все это как бы годится и угладывается в качестве перевода. В качестве объяснения можно представить себе, когда и при каких-то обстоятельствах царь Шламо произнес эти слова. Слова, так сказать, «Экклезиаста», «Проповедника», если мы можем так себе сказать. Окей, теперь я пытаюсь включить share, но он мне говорит, что хост не дает возможности включить share. Так что у меня просьба к Натану, если можно, посодействовать во включении share. Раз, два, три, раз, смотри, Натан, ты меня слышишь? О, спасибо. Так, нет. Сейчас, секундочку, я не дома, я еду в Мисрат. Понятно. Я с тобой, какие проблемы, почему нельзя share включить? Хост, дизейбл, патисипейшн, скрин, шэринг. Окей, нет проблем. Продолжай чуть-чуть говорить, я сейчас разберусь. Хорошо, спасибо. И эти слова, как царь Шламу произнес после праздника Суккот в День Шминя Цери, также праздничный день, который следует за семью днями праздника Суккот. Мы помним, что есть особая заповедь, которая на Еврите называется Акхель, заповедь Собирания, когда раз в семь лет в конце седьмого года семилетнего цикла, последний год семилетнего цикла, царь читает Тору перед всем народом. Это очень важное событие. Собиралось большое число людей, чтобы послушать царя. Это происходило в храме. Мы сейчас можем с вами сделать шеер. Проверь, пожалуйста. По-моему, сейчас должно быть нормально. Да, да, да. Вот экран появился. Спасибо большое. И это было очень праздничное Торрешское событие. Заповедь предполагает, что обязательно нужно прийти. Нужно прийти и мужчинам, и женщинам, и привезти детей. Те, кто поймут слова Торы, они поймут. Те, кто не поймут, у них останется общее впечатление. И у них пробудится трепет перед небесами, когда они увидят такое большое число людей, собрание людей, всего народов во дворе храма. Заповедь Аггель, Собери, Кагаль. Множество людей. Отсюда и название книги Кагеля. По одному названию мы можем представить себе, что она действительно связана с этим моментом, с исходом 7-летнего года, 7-летнего цикла, последнего года, 7-летнего цикла, когда царь читает Торру перед всем народом. Вот, прочитав Торру перед всем народом, царь Шламо обратился со словами поучения, после того, как он прочитал Торру, он обратился со словами поучения людям, которые стояли перед ним в храме. И давайте себе представим, с чего он начал. Слова Каэль, это, теперь мы понимаем того, кто говорит в собрании, того, кто говорит перед собранием, сына Давида, царя в Ярушалаиме, да. И вот он говорит, суета, сует, сказал Каэль. Суета, сует, все суета. Ну, видите, как вы помните, это Гебель Авалим, пар от пара, да, пар от пара, и все здесь, как бы, упоминается 7 раз, пар, как бы, пар от седьмой кастрюли, пар, который дает пар. Если можно, выключайте, пожалуйста, микрофоны. Это Натан, Натан, выключи микрофон себе, пожалуйста. Натан, 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 если можно, то можно было бы закрыть микрофон. Окей, Натан, все пустое. То, что делает человек, что было, то будет, и что творилось, то и будет твориться, и ничего нет нового под солнцем. Давайте представим себе обстановку, в которой прозвучали эти слова. Вот, Каэль Камо построил храм, великолепное здание. Все видели, как божественное присутствие, как божественное присутствие проникает в храм, входит в храм. То есть, храм не остался без божественного благословения. И каждый, кто мог, там были открытые чудеса в храме, и каждый мог почувствовать божественное присутствие. Каждый, кто ходил на его территорию, мог ощутить божественное присутствие. И вот мы представляем себе праздник Суккот. Люди тяжело трудились, собирали урожай на полях, и урожай был, по всей видимости, успешным. Была большая радость. И вот приходит, большое число людей приходит в Иерушалай на праздник. Они приносят с собой плоды того, что называется Мааса Шини, вторая и десятая часть от урожая, которое положено есть в Иерушалай. Они празднично одеты, семьи, и в Иерушалай сооружают Суккот, как по-русски говорят, шалаши, с непрочной крышей, из веток. Весь Иерушалай покрывается такими строениями. Рынки оживают, люди готовятся к тому, чтобы исполнить заповедь четырех видов растений. Праздник предполагает, что нужно приобрести улав, ветку тамарбер, ветку пальмы. Нужно приобрести итрок, нужно достать ветки ивы и ветки хадас, ветки мирта. Люди заняты этим. И вот начинается сам праздник. Особенно торжественно он выглядит в храме. Ковены каждый день обходят с лулавами, с итрогом, обходят жертвенник. Они произносят хвалебную песню Всевышнему. Радость не утихает и ночью. Есть заповедь, праздник Суббот, зачерпывать воду из источника, из недалеко от Рыжалайма. Во времена царя Ашламов, в последовательности, это делали из источника Дихон. И эту воду выливают в храме на жертвенник в качестве жертвы. Это событие очень торжественное. Всю ночь происходит радость, веселье, песни, играет музыка. И дети, и взрослые веселятся, подбрасывают факела. И, как говорят, радость захлестывает, как бы пробивает небеса. В это время, в дни праздника, сооружают для царя место, с которого он будет говорить. Деревянный настил, деревянные ступени. И получается возвышение для царя, для того, чтобы он читал Тору в Шмине Ацере, в завершающий день праздника. И вот царь поднимается на это возвышение. Все замолкают, и взрослые, и дети. И читает посвятку Торы. Читает из книги дворин. Прочитывает ее всю. И все ощущают себя, как будто стоящими у горы Синай. И вот царь Шламов, произнеся эти слова, после такого радостного праздника, который завершает сбор урожая и указывает на необыкновенный свет, который раскрывается для всего народа в начале нового восьмилетнего цикла, царь Шламов обратился с такими словами к народу и сказал, все пустое, семь раз пар, пар от седьмой кастрюли. Что произошло? Что, почему, как бы нужно было испортить настроение людям? Тут нужно представить себе личность царя Шламон. И как-то, может быть, и даже не может быть, это во многом, поможет нам понять эту книгу Кагелет, которая представляется совершенно закрытой, настолько закрытой, что мудрецы даже хотели вскрыть ее. Когда в период Второго Храма обсуждалось, какие книги войдут в канон, войдут в те книги, которые без всякого сомнения считаются святыми и читаются для всего народа, то Кагелет был под вопросом. Понимаем, мы уже слышали с вами, что книга пессимистичная. Кажется, что совершенно неуместный пессимизм, неуместен как бы для иудаизма. В качестве примера мы можем с вами привести такой момент. Вот мы с вами знаем, что есть спор мудрецов Школы Шамая и Школы Елеля. Два с половиной года Школы Елеля и Школы Шамая спорили друг с другом. Школа Шамая говорила, что плохо человеку, что он сотворен. А Школа Елеля говорила, что хорошо человеку, что он сотворен. И пришли к заключению, что плохо человеку, или, скажем более точно, неудобно человеку, что он сотворен. И поскольку он сотворен, пусть уж он перебирает свои дела. То есть аккуратно относится ко всем своим делам и пересматривает все свои дела в прошлом для того, чтобы раскаяться. И тут, понимаете, это режет как-то ухо. Как могли великие мудрецы сказать, что плохо или неудобно человеку, что он сотворен. Ни в коем случае. Это нельзя принять. Это можно понять только если представить себе историческую ситуацию, историческую обстановку. Елеля и Шамай, они, Елеля и Шамай сами, прежде всего, они живут в эпоху Гордуса, в эпоху преследования мудрецов, страшного преследования мудрецов, особенно школы Шамая, которая является противником Гордуса. И Ордус жесточайшим образом расправляется со школой Шамая. Сам Шамай по некоторым причинам остается живых, остается нетронутым. И мы понимаем эту обстановку. Тогда мы понимаем это высказывание. Понимаем, что Шамай хочет сказать. Он говорит, что бывают периоды, когда рот не открывается, чтобы сказать, что человеку хорошо. Когда моих учеников распинали, варили в горячем масле, снимали с них кожу живьем, раз я могу сказать, что человеку удобно, хорошо, что он сотворен. Я просто не могу это сказать. Рот не открывается. Но сказать в принципе, как в принципе. Человеку плохо, что он сотворен, что все, видишь, не сотворил он на страдания. Это же невозможно. Это невозможно. Это как бы и упрек, и упрек Всевышнему самому, почему он так сотворил мир. Так что вот сам по себе Кавелит, он является загадкой. Не случайно мудрецы хотели его скрыть. Теперь о личности Шламу. Вернемся к этому. Нужно представить себе, что такое расхожее бытовое мнение, оно концентрируется на том, что царь Шламу был похож на восточного такого царька, у которого безумный гарем, который думает только о своих удовольствиях. Все это совершенно не так, как часто бывает с личностями Танаха. Они на самом деле при таком малейшем рассмотрении, эта оболочка, внешняя оболочка, которая представляется, что она такова, она разваливается, рассыпается, если мы только чуть-чуть промализируем личность. И все его браки были политическими. Возможно, это была его ошибка. У него не было времени на этих женщин, он ими практически не занимался и не был с ними. Он большую часть времени разъезжал по стране. Был в таких отделенных местах, как город Тадмор, который он построил, и занимался государственными делами. И то, что он создал большое число колесниц и целую разветвленную такую сеть сообщения по всей стране. И так мы можем представить себе, как почтовую такую связь через колесницы почтовых лошадей, как бы сказали. Все это требовало его большого личного участия, потому что без него бы это никто не сделал. Кроме этого, мы знаем, что он был человеком весьма аскетичным, что он 40 дней постился. Мы помним, что он начал править 12 лет. И когда ему было 16 лет, он приступил к строительству храма. И первое, что он сделал, он правился в Гиппон, где находился Мишкан, переносной храм, для того, чтобы принести его, желаемый уже спрятать навсегда, как бы, и построить храм. И там в Гиппонии он молился Всевышнему и просил у него Лев Шаме, сердце, которое слышит. Но перед тем, как произнести эту молитву, он постился 40 дней. Подряд, неподряд, как там, днем, ночью, это совершенно неважно, но он, как бы, эти детали, скажем, их, может быть, восстановить невозможно. Но человек аскетического такого плана все то время, пока он строил храм, он не прикасался к вину. Мы представляем себе царя, который должен быть на пирах, на собрании, встречаться с кем-то. Он к вину не прикасался. И после строительства храма он остался такой же аскетичной личностью. Теперь его проблема была в том, что он понимал ситуацию. Он понимал, что уровень, скажем, благополучия, уровень, если так можно сказать, технического развития страны, того благословения, которым пользуются сыновья Израиля, он совершенно не соответствует духовному уровню. Он очень скептически смотрел на свое поколение. Мы можем это представить себе из первой же его фразы, которую он произнес. Дай мне сердце, которое слышит. Это мы помним, а есть там продолжение. Для того, чтобы судить, этот народ твой, мы бы сказали, жестоковыйный. То есть он просит Всевышнего помощи, просит мудрости, но у этого есть определенная цель, как справиться с народом, судить. Это не только выносить судебные решения, и совсем даже не только, а судить – это устанавливать, утверждать моральные нормы, это возвысить народ духовно. Этот смысл вкладывается в слово «судья», когда мы говорим о суде в древности, об эпохе судей. О царях Израиля, которых часто называют судьи. Судьи в том смысле, что он должен возвысить народ. И он уже сразу видел, что перед ним стоит очень, очень трудная задача. Давайте посмотрим, как, вспомним, как он говорит в Мишлей, в том, в том, скажем, если так можно сказать, произведении, в притчах, о которых мы с вами уже изучали, вот, и мы посмотрим. Царь Шламов говорит, что он хочет научить мудрости, и вот во второй главе он говорит так. «Премудрость возглашает на улице, на площадях подает свой голос, на главных шумных местах взывает она, при входах во врата в городе говорит она речи свои». Что за такая премудрость, которая говорит, о нет, это не совершенно, не какой-то дар пророческий, который не пророческий голос, который звучит повсюду. Премудрость, о которой говорит царь Шламов, это школы изучения Торы, это сангедрин, это суды, которые установлены во всех местах. Царь Шламов старался, чтобы в любом месте, где только не появится человек, у него была возможность хотя бы на немного зайти в то место, где учат Тору, и соприкоснуться с мудростью. И вот премудрость возглашает на улице. Ты проходишь по улице, у тебя есть возможность завернуть потом учение, хотя бы ненадолго. Но площадях подает свой голос, кто-то из мудрецов призывает в конце рабочего дня, идите сюда, давайте обсудим. Исторы, что-то важное, на главных шумных местах, взывает она на рынке, есть мудрецы, обязаны с которыми разговаривать и просвещать народ. Как говорят, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. То есть, если люди не приходят в дома учения, то царь Шламов повсюду устанавливал эти дома учения и посылал мудрецов, чтобы они обучали народ. При входах во врата в городе, говорит она речи свои. Как только ты входишь в город, ты видишь там суд, и ты можешь подойти к мудрецам и спросить вопросы, которые тебя волнуют и интересуют, и ты можешь присоединиться к учебе, которая там же во вратах происходит. Так что мудрость, она взывает повсюду. Но что? Что говорит эта мудрость? Доколе легковерные, любить будете легковерие. И кончувствующие, доколе будете услаждаться насмешкой своей. А глупцы ненавидеть знания. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности перевода, представим себе общий смысл. Мы из этих слов понимаем, что люди не очень-то откликались на призыв шлому. Когда, может быть, с некоторым привлечением о периоде шлому говорится, что золотом и серебром мастили улицы, мы видим, что мудрость не очень-то находила спрос. Обратитесь к моему наставлению, говорит мудрость, как бы обобщающий образ, такой обобщающий всех мудрецов Израиля. «Вот и залью я на вас дух мой, возвещу вам слова мои», говорит мудрость. «Только обратитесь к моему наставлению, потому что звала я, но вы отказывались. Протягивала руку свою, но не было внимающего, ни во что не ставили вы все мои советы и не желали наставлений моих. Я тоже посмеюсь над вашим несчастьем». И дальше царь шлому говорит очень суровые, очень суровые слова. Мудрость говорит, вы ною пренебрегли. Когда придет несчастье, я буду смеяться над теми людьми, которые пренебрегли мудростью. Нужно сказать, что для царя шлому мудрость и нравственность это две неразделимые вещи. Мудрость направлена на добро. Нет такой мудрости для царя шлому, которая направлена на зло. Мудрость и трепет перед Всевышним это одно и то же. Значит, когда мудрость осталась без ответа, то без ответа, без как бы брошенными на улице остались и трепет перед Всевышним, и высокая мораль, и желание творить добро. Все это осталось брошенным. «Я тоже посмеюсь над вашим несчастьем», говорит Мудрость. Понятно, что общество, в котором не хватает морали, оно придет к храху. Что же говорить об обществе сыновей Израиля, которое призвано быть изначально высокодуховным обществом, носителем Божественного Духа, народом, в котором, говорят, постоянно пророчествуют пророчества. То есть ответственность еще больше. «Я тоже посмеюсь над вашим несчастьем, потешусь, когда найдет на вас ужас, когда найдет на вас ужас, когда гроза и придет на вас несчастье, как вихрь, когда постигнут вас беда и горе. Тогда будут они звать меня, но я не отзадусь, будут искать меня и не найдут меня». И это очень странно. Мы знаем, что раскаяние всегда принимается. Если любое движение раскаяния в сторону раскаяния, в сторону Всевышнего, оно всегда имеет какой-то результат. Почему же здесь так мудрость говорит? «Вы будут меня звать, а я не откликнусь». Потому что ответ здесь простой. Потому что когда люди видят, что у них не получается что-то, когда они видят, что они приближаются к краху, они пытаются что-то сделать. Они пытаются что-то сделать, что-то изменить, что-то поменять. Но поменять сразу. И тем более, когда нет желания посмотреть в корень проблемы, а только пытаются заниматься симптомами на поверхности, туда-сюда побежали, это мы сейчас делаем, а корень проблемы не исправляется, очень трудно все исправить. Мы знаем с вами, что воспитание людей, построение системы, воспитание системы образования занимает очень долгое время в обществе. Может занять десятки лет. А разрушить систему образования ее очень легко. Можно разрушить за несколько лет, разрушить любую удачную систему образования. Так что мудрость здесь, конечно, она не злорадствует, она предупреждает, она предупреждает, что когда вы спохватитесь, будет очень трудно что-то исправить. Потому что общество должно состоять из высоко моральных, развитых, понимающих людей, у которых сердце направлено к добру. И никакие поверхностные изменения, перестановки в парламенте или в Кнессете, замена одних личностей на другие, она не поможет. Потому что народ должен обладать мудростью. Мудростью Торы. И речь идет не обязательно о том, чтобы все учили Талмуды, все учили Гемару. Речь идет о том, чтобы человек размышлял над проблемами морали, стремился к высокой морали и в основе всего лежал трепет перед Всевышним. И это как-то ускользает между пальцев. Царь Шламов понимает, он понимает, что ему не удается это сделать, не то, что он не принимает усилия. И мы видим, что он пытается ввести систему образования. Более того, даже на улице человек, проходя, мог столкнуться с мудростью Торы. Не получается. Не находит отклика. Это повергает царя Шламов в очень-очень печальное и такое, скажем, пессимистическое настроение. Надо сказать, что до этого он еще получил очень сильный удар в процессе строительства храма. Как мы видим это с вами из шестой главы книги Монаким, книги Царств. Ему было сообщено, что храм, который он строит, свыше с небес. Ему было сообщено, что храм, который он строит, он не будет вечным. По той или иной причине храм не будет вечным. Придет время, когда он будет разрушен. Это повергло царя Шламов в настоящую депрессию. Он хотел исправить мир. Он понимал, что он такой человек, что ситуация уникальна. И сам он уникален волею небес. И на нем лежит ответственность для того, чтобы принципиально поглиять на весь мир. И он пытался это сделать. И, как мы знаем, он был на связи со многими-многими царями. И приглашал их, и объяснял им, и помогал им. И мудрость царя Шламов была известна во всем мире. Но принципиального такого изменения в мире ему произвести не удалось. И храм, который он построил, он не стал таким источником света, который как бы сам по себе мог бы проникнуть в человеческие сердца и перевернуть весь мир в лучшую сторону. Это не получилось. Представьте себе человека. Представьте себе его, в общем-то, величие, праведность. И ту задачу, которая стоит перед ним. И вдруг он понимает, что он до конца не может справиться с этой задачей. И, конечно, это повергло его в уныние. Если мы понимаем, представляем себе эти моменты, то мы можем себе представить и книгу Коэлит, Экклезиаст. Те слова, которые в качестве его учения сказал царь Шламов, обратившись ко всему народу после чтения книги Творим в храме. И книга устроена очень хитро, я бы сказал. Есть такое применение, вообще такое определение книги Царь Шламов, что за тем пессимизмом, который здесь виден, за той как бы безнадежностью, за тем отсутствием смысла жизни, который лежит здесь на поверхности, скрывается глубинный смысл. То есть идея книги такова, что не то, чтобы нету вообще смысла жизни, а смысл жизни лежит не там, где вы его ищете. Вы ищете смысл жизни в пустом, в пустоте. Это само по себе тяжело. Это само по себе безрадостно, когда человек не знает истинных ценностей. Представьте себе человека, который живет в роскоши и богатстве, но он вообще не ведает, что такое любовь. Он и сам никого не умеет любить, и его никто не любит. Что есть у этого человека? Понятно, что он просыпается утром с тяжелым чувством, и ничто его не радует. И даже если он погружается в какие-то развлечения и удовольствия, все они ему не приносят удовлетворения, только отвлекают, может быть, на время, для того, чтобы потом его тоска, его грусть глубокая и глубокая тоска вернулись к нему с новой силой. Понятно, что смысл жизни, смысл радости человека нужно искать где-то в другой плоскости. И вот Саш Ламон говорит, «Я очень боюсь, что праздник Суккот вы воспринимаете как праздник урожая, когда человек собрал богатый урожай. Он радуется этому урожаю. С одной стороны, это хорошо, понятно, что он радуется перед лицом Всевышнего. Он говорит благословение, благодарность Всевышнему за то, что Всевышний дал ему урожай. Но это все опускается как бы на материальный уровень. Человек благотворит Всевышнего за плоды, человек благотворит Всевышнего за то достояние, состояние, которое Всевышний дал ему, за то благословение. Но он не видит духовной стороны. Он не видит духовной стороны. Вот как это можно представить себе? Представим себе, что, скажем там, молодой человек дает девушке подарок, кольцо дорогое. И вдруг девушка, она сосредотачивается на ценности этого кольца, сколько оно стоит, какой камень вставлен в него, какова ценность этого ценного камня. Она надевает себе на палец, начинает мерить, примерять. Она совершенно забывает о юноше, который подарил ей это кольцо. И она даже скажет спасибо, но ее этот юноша мало интересует. Ее больше интересует кольцо. И царь Шламо подозревает, что также то же самое происходит с его поколением. Благополучие, богатство, достояние, оно не привело к забыванию Всевышнего. Оно не привело к отсутствию благодарности Всевышнему. Но просто человек не знает, за что благодарить. Прежде всего, ему нужно благодарить Всевышнего за то, что он здесь, он рядом. Ценность его благословения – это не колосья, не хлеб, не плоды. Это то, это само благословение. Это ощущение божественного присутствия. Это возможность творить и делать добро, исправлять мир. Люди сосредотачиваются на внешней, на материальной части. И царь Шламо обращается к ним с такими словами. Если вы останетесь в пределах материи, в кругу материи, что-то не видно в этом смысле. Давайте посмотрим, как говорит царь Шламо. Книга устроена таким образом, что она должна пробудить мысли, она должна пробудить возражения человека, когда человек читает эти строки. Он должен сказать «Не может быть!» Не может быть! Знаете, как бы есть такой метод обучения от противного на отрицательном примере. И учитель может сделать такую хитрость, может как бы отрицательный пример представить как нечто положительное. Пока ученик не скажет «Не может быть!» «Не может быть, чтобы это было правильно!» «Не может быть, что в этой личности, этот герой, о котором ты нам рассказываешь, чтобы он был хорошим!» Примерно так устроена книга. Если я говорю вам, если царь Шламо говорит, что все пар, суета, пар, который ты не можешь ухватить рукой, чем отличается пар? Или можно представить себе туман над рекой. ты протягиваешь руку, ты пытаешься схватить, а в руке ничего не остается. Может быть, нужно хватать, а может быть, нужно дышать, а может быть, нужно любоваться этим. Это уже как бы один момент. А другой момент, может быть, это то, что есть перед моими глазами. А кроме того, что есть перед моими глазами, есть еще что-то. Представим себе, так же, как мы сказали о мнении Шамая, если как бы воспринимать напрямую, всерьез, воспринимать слова царя Шламо, что все пустое, все суета, нечего стремиться к какой-то радости, все утомляет, что мы не делал человек, какая польза ему от его трудов, все это томление духа, все пустое. Если мы включимся на эту ноту, то это же обвинение против Всевышнего. Зачем Он создал такой мир? Зачем Он поместил человека в такой мир? Что, не дай Бог, Он, что какая-то сущность, которой нравится издеваться над человеком, мучить человека? Это самые ужасные представления, которые могут быть о Всевышнем, что Он сотворил мир для зла или что Он сам разочаровался в Своем сотворенном мире. У Маорала есть прекрасный комментарий на Береши, когда перед потопом говорится, что наполнилась земля грабежом, скажем, аморальным поведением, то говорится «Витяцеп витяцеп 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 и загрустил Всевышний в сердце Своем и что сотворил Он человека? Всевышний витяцеп пожалел, что Он сотворил человека». Это кошмар и ужас. Кошмар и ужас. Морал говорит о том, что Тора говорит с точки зрения человека. Что человеку кажется в некоторых ситуациях, что Всевышний пожалел о том, что Он сотворил мир, пожалел о том, что Он сотворил его, что ничего не получилось, что все пустое. Это восприятие человека. Как говорится дальше, как говорит пророк Шуэль, «Ибо не человек Всевышний и не пожалеет». Нет такого понятия у Всевышнего пожалеть. Нет такого понятия, что что-то получилось плохо, все хорошо. Проблема человека. Как человек сможет воспринять то, что дает ему Всевышний? Всевышний дает добро или, по крайней мере, создал все условия для того, чтобы человек повернул и себя, и этот мир в сторону добра. И в конечном итоге это добро, добро Всевышнего, добро, которое является сущностной стороной Всевышнего, оно обязательно раскроется. Так что, если царь Шламок говорит, что все пустое, то хороший ученик своего учителя должен закричать, не может быть. И так наши мудрецы они действительно так понимают Кагелет, находя в нем вот эти как бы такие выходы за пределы, которые он сам как бы оставляет двери, выходы такие, царь Шламо, за пределы этого грустного, полного пессимизма мира. Найти выход. Есть здесь выход. Есть моменты, которые позволят тебе увидеть прямо из этой же книги, позволят увидеть мир по-другому. Поэтому наш один из таких моментов, когда наши мудрецы говорят, вот царь Шламо говорит, что было, то и будет, и что творилось, то и будет твориться, и ничего нет нового под солнцем. И тут же наши мудрецы говорят, под солнцем нет ничего нового, а над солнцем есть. То есть я надеюсь, что мы представляем себе, что солнце это такой образ материального мира, такого мирового порядка и неизменного порядка. Солнце дает силы всему живому, солнце определяет циклы на земле, и вот наши мудрецы представляли себе солнце как силу материального мира. Может быть, есть другие образы солнца, я тут не беру сразу сказать, но по крайней мере мы видим, что такие мудрецы, как Рабь Яшу, Рабь Язер пользовались мудрецы Талмуна, пользовались солнцем как образом такого как бы силы материального мира. И тогда мы представляем себе, что если человек замкнут в материальном мире, если он замкнут в материальных проблемах, если он занят только или своим выживанием, или своим обогащением, или скажем, он представит себе еще чем-то своей карьерой, то есть тем, что как бы крутится здесь в материальном мире, то все действительно безрадостно и ничего нового найти нельзя. Стоит лишь приподняться над этим материальным миром проникнуть в духовный мир, который открыт для любого человека, стоит только приложить усилия, как все начнет выглядеть совершенно по-другому. Там есть и радость для души, наполнение души радостью, и духовный мир характеризуется тем, что он постоянно обновляется, в том смысле, что ты постоянно поднимаешься, постоянно приближаешься к источнику, не стоишь на месте, и у тебя нет этого ощущения, ни в коем случае, рутины, привычки к чему-то, ни в коем случае, да, постоянно все новое и новое наполнение душевными, духовными силами, постоянное приближение к источнику жизни. Царь Шламов говорит, искривенного нельзя выправить, а то, чего недостает, нельзя исчислить. И мы опять же, если мы задумаемся на секунду, то мы можем себе представить, как же искривенного нельзя выправить. Самому, может быть, нельзя выправить, но, обращаясь ко Всевышнему, поднимаясь в духовный мир, возвышаясь, у нас есть понятие чувы, раскаяние, и это великое дело, может быть, действительно что-то и как бы нельзя поправить, может быть, в этом мире, но само по себе раскаяние, чува, приближение к Всевышнему, оно даже плохое может переделать в хорошее, может стать таким толчком, таким толчком радости, как говорил Равку, что раскаяние это заповедь, а всякую заповедь стоит исполнять с радостью, то есть даже исправление искривленного не в этом материальном мире, а при выходе в духовный мир, это, даже это может привнести радость человеку, да, вот, и мы с вами постараемся разобрать, постараемся разобрать с вами, постараемся разобрать с вами подробно те моменты, интереснейшие, можно сказать, философские моменты, которые есть здесь в КГЛ, не знаю, насколько подробно, но, по крайней мере, представление о книге мы с вами должны получить, да, вот, а я бы хотел с вами сделать еще один момент, и я ищу, 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 да, ищу свою запись, которая мне должна помочь, одну секунду, да, одну секунду, да, так, ну, хорошо, ладно, попробуем, попробуем так, попробуем, и, попробуем без записи, да, вот, мы сейчас с вами откроем, я просто хотел вам показать еще немножко, да, вот, да, и это мы с вами находимся, попадаем в третью главу, да, да, в третью главу, шестнадцатое предложение, я прочитаю вам, я не буду делать шеер сейчас, да, да, просто, как бы, мировосприятие царя Шламо, его разочарование своими делами, да, то есть он создал мощнейшую, мощнейшую империю, да, сильную и в военном плане, и в политическом плане, во времена царя Шламо сорок лет не было, во времена царя Шламо сорок лет не было войны, но народ возвысить ему не удалось, да, и вот он, с сожалению, таким говорит здесь, да, виден его такой пессимизм, или даже, можно сказать, глубокая сердечная рана, он говорит, еще я увидел под солнцем место суда, а там беззаконие, место справедливости, а там беззаконие, он говорит о своем времени, о своем поколении, он говорит, что мне не удалось повсюду утвердить справедливый суд, судья оказываются, если не всегда, если может быть даже не в большей части, но есть судья, которые оказываются не на уровне, да, и вместо того, чтобы утверждать закон, вместо того, чтобы учить народ, вместо того, чтобы возвышать людей, да, они творят беззаконие. И еще увидел я всякие притеснения, которые совершаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, и нет у них утешителя, ибо в руке угнетатели сила, а у них угнетенных утешителя нет. Сан Шламо, естественно, как царь, он, как еврейский царь, как большой праведник, он стремился для того, чтобы благополучие и материальное, и душевное, духовное спокойствие было у всех, и вот он видит, что, к сожалению, даже при том доставке, который существует в стране, есть люди, которым чего-то не хватает, и они обманывают ближних своих, и они их эксплуатируют, и они наживаются за счет них. И еще есть подобные грустные слова царя Шламо здесь. Давайте мы попробуем найти, по-моему, это в десятый плане, где-то, я подчеркну для вас, видел я рабов на лошадях, а князей, шагавших пешком, как рабы. Потрясающие слова. То есть я старался поставить на должности, важные должности, а такая империя, как была у Шламо, она, естественно, требовала того, чтобы было много должностей, люди управляли и областями, и городами, и занимались разными проблемами, разными проблемами хозяйства, и не только хозяйства, и армия у Шламо была очень хорошо организованная. То есть я попытался, и я попытался поставить талантливых, высокодуховных людей на должности. Ну, что я вижу в конце концов? Я вот вижу эти колесницы, и они проносятся по всей стране. И, естественно, люди важны им учаться на этих колесницах с поручениями, которые я им дал, в отдаленной области страны. И что? Я вижу, что это рабы. По своему духовному, душевному уровню я вижу, что это рабы. То есть рабы, которые как бы вырвались, немного приподнялись, немного вырвались из рабства, такая, что они обычно характерно для таких людей, для рабов, которые чуть приподнялись. Они гордецы, они оскорбляют других, они не думают о других, они думают только о себе. И вот рабы, я хотел посадить людей, оцелим, людей, таких достойных, но лошадей. А что я вижу? На колесницах у меня рабы, а князья, люди, действительно, которые по душе своей, князья, люди достойные, люди тонкой души, они идут и вышагивают пешком, как рабы. Все наоборот. Мир перевернут. Я надеюсь, что мы можем как-то с вами представить себе из этих слов и ситуацию и представить себе образ самого царя Ашламо, о котором, кстати, можно допомнить, что у царя Ашламо был единственный сын Рахабан. Из этого можно представить себе, сколько времени он проводил там, скажем, со своими всеми тысячами женами. И мы можем представить себе, что царь Ашламо Мишлей, предпоследняя как бы Мишлей, предпоследняя глава Мишлей, это известная Эшет Хаэль, жена доблестная, которую восхваляет Ашламо. Естественно, он не кривит душой, безусловно, никого не обманывает, ни себя, ни других. Он действительно всю жизнь любил одну только женщину, свою первую жену, Наама, на которой еще Давид женил его, когда Ашламо было 11 лет. И в ней он видел и доблестную жену, и надежную опору. И именно Наама помогала Ашламо преодолеть все тяжелые периоды в его жизни, которых, мы как видим, было немало. Она его вытаскивала из депрессивного состояния. Но вот здесь я остановлюсь, и можно попробовать обсудить что-то, задать вопросы. я к сожалению попрощаюсь с теми, кто смотрит нас и слушает через Facebook, потому что через Facebook я как-то не могу отвечать на вопросы в таком режиме. Если они будут, то пожалуйста задавайте их в письменном виде, или здесь же, или по почте. Так что спасибо большое всем, кто участвовал. Я отключаю запись от Facebook. Всего самого доброго. с вами и с вами я остаюсь. Пожалуйста, жду ваших вопросов. Рабзиев, можно вопрос? Да, пожалуйста, да, да. Скажите, пожалуйста, в 12 стихе перевод, что я был царем. Что имеется в виду это прошедшее время, что я был царем? Еще, еще 12 стих, какая глава? Первая глава, 12 стих. Первая глава, 12 стих. Сейчас дайте мне найти одну секунду. Вы не видите. Может быть, там время и прошлое, и будущее? Да. Что Якоэлит был царем? Алло? Рабзиев, вас не слышно. Алло? Нет проблем. Я тоже не понимаю. Может быть, подождем. Друг раз и темный экран нормально включился, все вошло. Не знаю. То, что касается вашего вопроса, то мы видим с вами, что здесь в самом-самом начале тоже заложены некоторые проблемы. Сейчас мы ее с вами пытаемся отметить. Поднимает мне секунду. 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 вопрос, почему нет творца, имя творца в тексте. Вот. И третий вопрос, почему вы сказали, какая связь с Суккотом? Я что-то не уловил, какая связь. Это вот еще просто... Начнем с конца. Связь с Суккотом, что эти слова царь Шламо произнес в собрании людей, которые как заповедь, когда все собираются слушать царя. Это собрание происходит раз в семь лет в конце седьмого года, уже после окончания седьмого года, в праздник Суккот, который мы понимаем, что он уже в месяц тишерей следующего года, и вот заканчивается Суккот, и наступает праздник, как мы помним, после Суккот сразу, после семи дней Суккот наступает праздник Шмени Ацерин. В этот праздник люди собираются слушать царя в Иерушалайме, и он читает перед ними Тору. Царь Шламо читал Тору перед народом в храме специально приготовленного деревянного такого, помоста для него, и после того, как он прочитал слова Торы, он обратился с этими словами по учению к народу. В этом связь с Суккотом, связь как бы такая не внешняя, а внутренняя, в том, что праздник Суккот – это праздник после урожая, после сбора урожая. нам представить себе очень удачного урожая, когда у людей есть надежда и уверенность в следующем году, и они как бы ощущают не только этот урожай, но и все свое благосостояние, как бы они чувствуются уверенность, благосостояние в стране, и высокий, как говорят сегодня, экономический уровень, и вот именно в этот момент царь Шламова обращается к людям для того, чтобы дать им понять, что далеко не все заключается в материальном. Если будешь искать... – Погоди, просто в связи с этим еще вопрос, то есть Магилат Коэлит был написан уже когда он пожилой был, да? – Понимаете, трудно тут представить, может быть Магилат было написано, когда он был пожилой. Может быть, мудрецы, когда они говорят, может быть, они имеют в виду, что одно соответствует словам молодого человека Широ-Ширим, Мишлей соответствует зрелому возрасту, а Коэлит соответствует пожилому возрасту. Может быть, царь Шламов когда был и молодым, он мог сказать то, что соответствует человеку пожилому. Царь Шламов умер в 52 года, поэтому трудно его назвать человеком пожилым, он человек полный сил. Так что, скорее всего, мы словами эти мудрецовцы не обязательно расставлять это по годам, а вот по, скажем, отношению к жизни. Одно, в царе Шламов сочеталось все мы видим, и человека полного силы, полного любви, и человека и мудрого, и человека такого несколько разочарованного жизни. Все это в нем сочеталось, и одно соответствует одному, другое другому, третье третье. Теперь, то, что касается вашей первой посылки, то в самом начале нам говорится так, слова Каэлита, сына Давида, царя в Ярушилайме. И спрашивается, спрашивает Медраж Каэлит, спрашивает нас, почему, говорится, царя в Ярушилайме, надо было бы сказать, царя в Израиле, по крайней мере, царя в Иуде, на которой, как бы, утверждалось, зиждилось царство Шламов, почему в Ярушилайме. И тут нам Медраж и это есть в Немаре, намекает, говорит, что царь Шламов хотел сказать, что сначала я был царем над всем, над всем миром, потом я был царем над Израилем, потом я был царем в Ярушилайме, а потом я был царем только над своей палкой, над своей тростью. И тут рассказывается известная года, когда царя Шламов как бы некоторый такой шед, некоторый дух выбросил с трона, и царь Шламов ходил с палкой и заходил в дома, и кого он встречал, он говорил, что я царь Шламов, и никто ему не верил, так что он был царем только над своей палкой. Кстати, тут можно заметить, что быть царем над своей палкой тоже немалое достоинство, с царской достоинства сохраняется, даже когда у тебя остается одна только палка, все равно у тебя сохраняется царская достоинство, так что в этом есть какой-то положительный момент, но в принципе потом Сангендрин сказал, не может быть так, чтобы человек был сумасшедшим только в одном, а во всем остальном он был нормальным, давайте его проверим. Проверили, увидели, что это царь Шламов и вернули его на трон. Конечно, никакой дух его не выбрасывал никуда на улицу, нигде он не бродил с палкой, и это Агадах как всегда рассказывает о духовных процессах, которые происходили с царем Шламов, о том, что его постигла такая депрессия глубокая, когда он не мог управлять страною и собой он с трудом управлял, пока Наама, его жена не вернула его в нормальное состояние и он не вернулся как бы сам к себе. Но вообще мы видим, как бы есть спор между нашими людцами, между Раумом и Шмуэлем, есть спор вернулся действительно Шламов полностью, или он вернулся только частично, стал ли он таким же великим человеком, как был раньше, или он уже был таким гораздо ближе к простому человеку, чем раньше. Спор между Раумом и Шмуэлем. В любом случае мы видим, что здесь как бы такие перипетии в жизни царя Шламов, связанные как раз с его таким пессимизмом, с его неудачами, они как бы отражены прямо в тексте. посмотрим 12-е предложение, о котором вы говорили. Я Кагелет был царем над Израилем в Ярушалае. То же самое можно сказать просто над Израилем. Подчеркивается, что в Ярушалае. Хотя в первом предложении подчеркивается еще больше. Слова Кагелета, сына Давида, царя в Ярушалае. только в Ярушалае. И митраж здесь зацепляется за этот момент и развертывает нам целую такую картину, что властвован над всем миром, потом только над Израилем, потом только над Иудой, потом только над Ярушалаем, и в конце концов только над своей память. Вот примерно такой как бы у нас здесь слой, такая картина у нас вырисовывается. Окей. Если что-то еще непонятно, то, пожалуйста, у нас еще есть. У меня вопрос, Равзиев, почему имя Гошема нигде не встречается? Почему имя Гошема не встречается? Потому что человек, оно встречается в самом конце. И Луки встречается дальше и потом встречается в самом конце. Потому что понятно, царь Шламу представляет себе человека, может быть, это не он сам даже, а вот как-то представляет себе человека, который Ищет смысл жизни, радость жизни без Всевышнего. Он ищет в пределах материального мира. Естественно, он ничего не находит. Естественно, он ничего не находит. Но он не предупреждает других, что давайте с вами поищем в пределах материального мира, как бы под солнцем, поищем с вами радость, и вы увидите, что мы ничего не найдем. Он об этом не предупреждает. Человек это должен понять сам. Он должен сам закричать. Как же так? Мир не может быть безрадостным. И тогда он должен прийти к выводу, наверное, тоже сам, что радость, счастье нужно искать в мире духовном. С подобной проблемой мы с вами сталкивались при рассмотрении книги Иова, если вы помните. Иов пытается понять причины и следствия всего, что с ним происходит и так далее, пока ему не открывается пророчество. То есть здесь есть какой-то прорыв, есть прорыв, когда человек вдруг выходит на новый уровень понимания, который приносит ему так или как ни странно, может быть, даже в такой ситуации, который был у него, он даже приносит ему успокоение и радость. То есть нужно сломать рамки материальных представлений, обычных материальных представлений, и искать смысл и радость, искать за пределами материи. Может быть, материю и не надо отбрасывать, но замкнуться в ней и не видеть ничего, кроме материи, совершенно невозможно. Равзеев, а в 13 стихе имя Бога, как в оригинале на иврите? Вы скажем, здесь то, что у нас Бог, это Илоким. То есть получается, что Он всё время говорит о проявлении Творца как на уровне природы, что есть некая последовательность, и Он вводит нас на этот уровень, а потом пытается нас, чтобы мы вышли на уровень уже Ашема. Да, можно сказать такими словами, что у Него есть Илоким. Илоким тоже можно по-разному воспринимать, но Он воспринимает, как бы даёт нам понятие Илоким Вседышнего, тот, кто установил порядок в мире, изменный порядок в мире, прежде всего так воспринимается Илоким. А слово «Гошем» – мир, мир чудес, мир, который наполняет душу, и имя Гошем, связанное с этим миром, он здесь не упоминает. – Да. – Харсей, вопрос можно? – Да, пожалуйста, да, да. – Почтите, пожалуйста, откровение Шлома о том, что храм будет разрушен. Причины этого разрушения? – Причины этого разрушения – это… – Равзиев, совсем не слышно было вопрос. Какого разрушения? – Уважаемый Ефим спрашивает о том, что я упоминал, что в шестой главе есть намек, и комментаторы подробно развертывают его. Я представил это подробнейшим образом в тех комментариях, которые я составил на книгу Малахим. Там есть намек, что в процессе строительства Шломо говорится, что храм не будет вечным, приготовь место для ковчега завета, чтобы его можно было спрятать. То есть перед утешением шрама можно будет спрятать ковчег. И в шестой главе говорится об этом. Какова причина? О причинах можно только догадываться. Причина здесь двоякая. Это не бывает как бы одной причины. Причина двоякая. Прежде всего причина – это народ. И в том, что происходило с Давидом. И то, что Давид не смог построить храм, Всевышний дал ему построить храм, эта причина не в Давиде. Она изложена завуалированным таким образом, что Всевышний говорит Давиду, ты мне построишь дом, ты пролил много крови. И Медраж говорит кровь, которую он пролил, это все как кровь жертв, все, что делал Давид, это было свято. Это просто как бы завуалировано. Всевышний не дает ему построить храм, возлагает как бы проблему на него, ты много крови пролил, в то время, как народ не готов к тому храму, к тому уровню божественного присутствия, который может раскрыть, дадить в этом мире. И Всевышний как бы дает время народу подготовиться и переносит это строительство храма на время шламов. И у шламов, конечно, есть проблемы. И он человек не идеальным, а человек редкой праведности. И мы видим, что он в конце не справился с неисправлением мира. И все, что его политические браки все кончились провалом совершенно. Все мы это видим. Но, кроме того, и в этом основная причина, есть народ, который, к сожалению, ничего не понял сразу же после смерти шламов. Государство, как вы помните, раскололось на два, на Иуду и на Северное царство. Почему раскололось? Почему раскололось? Шламов заставлял их тяжело работать. Они не поняли, что у них 40 лет не было войны. Это редкость в древнем мире. Что как бы десятки тысяч жизней, если так можно сказать, шламов им сэкономил. Люди не погибали в войнах. В стране был достаток. Почему был достаток? Что только потому, что были копии в Тимне, как говорят, соломоновые копии там были, и медь разрабатывали. Только поэтому был у всех достаток. Нет, достаток был, потому что было благословение, которое шло через шламов. Но ничего этого не поняли. И поэтому здесь проблема двоякая. И проблема шламов, о которой, может быть, можно говорить. Но в большей степени это проблема народа, который не готов воспринять храм, как бы в полной мере стремиться к нему, всем сердцем воспринять тот свет, который исходит из храма. Это большей частью проблем народа. Это то, что можно сказать. И так, что в процессе строительства храма, как бы, ну, как можно представить себе, так более-менее, как бы, как говорят бы, Равон Мугбаль, с такой сограниченной ответственностью, можно сказать, вот видит Всевышний, не идет. Храм строят уже, но не идет. Говорят, первый храм строился сверху. Приходилось заставлять, считать, что он властью царской заставлял строить храм, как бы, по принуждению. И, естественно, было желание, и все, но открытость сердца была совершенно недостаточной для того, чтобы народ возвысился, поднялся, как бы, да. И Всевышний еще в процессе строительства храм говорит, что храм не будет вечным. Что-то еще хочется спросить. Мы уже с вами, как бы, исчерпали наш лимит, но если есть еще вопросы, пожалуйста, я готов пытаться ответить. Значит, что тогда? Если мы с вами исчерпали вопросы, вот, надеюсь, что мы с вами плодотворно поработали, и что это принесет пользу и нам, и нашему окружению, и в конечном итоге всему еврейскому народу, дай Бог. Я желаю вам хорошего праздника Лагба Лумера, а самое главное глубокого постараться представить себе эту личность материальную Шамараби Шамарикая, соприкоснуться с его учением из книги Зова, да, вот, и гораздо в меньшей степени прыгать у костра, ну, если только у кого-то есть дети вместе с ними, это очень полезно. Хорошо. А скажите, пожалуйста, вы еще будете занятия проводить по КЛ? Я собирался, да. То есть мы с вами дали общую картину, можно дальше попробовать. Ну, все-таки, все-таки, все-таки. Спасибо. Спасибо. Всего самого доброго. Продолжим с вопросами на следующем уроке. Продолжим дальше. Всего хорошего. Спасибо. Всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok